Здравствуйте, уважаемые ребята! Меня зовут Наталья Владимировна. Сегодняшний урок общества знания проведу для вас я. Тух захватывает, когда видишь стройные ряды патриотов в особой форме защитного и синего цвета. А наша военная техника, безусловно, одна из самых лучших в мире. Именно поэтому мы чувствуем себя в безопасности. И так, вы уже догадались, тема нашего с вами сегодняшнего урока – защита Отечества. Именно об этом сегодня и пойдет у нас с вами речь. Слушайтесь, пожалуйста. Можно не любить родного брата, если он дурной человек. Но нельзя не любить Отечество, какое бы оно ни было. Только надо, чтобы эта любовь была не мертвым довольством, тем, что есть, но живым желанием усовершенствования. Эти слова принадлежат известному философу-мыслителю Миссариону Григорьевичу Белинскому. Скажите, пожалуйста, о чем важном он хотел нам сказать? Какую важную проблему он понял? Словно, это не было с вами, молодцы ребята, которое невозможно без желания быть сопричастным к ее существу. Патриотизм – это любовь к родине, которая невозможна без желания защитить свою родину от любых посягательств и угроз. Итак, давайте с вами разберем ключевые понятия данного нашего с вами сегодняшнего урока. Патриотизм – это преданность и любовь к своей родине, к своему народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя своей родины. Отечество – это страна предков, отцов человека. Долг – это обязанность, обязательство, внутренняя основная необходимость человека. Обязанность – это требования к поведению, отношению человека, которые он должен выполнить. Итак, давайте с вами вспомним главные обязанности гражданин Российской Федерации. Первое – это защита Отечества. Второе – это соблюдение законов и Конституции Российской Федерации. Конечно же, это сохранение памятников истории и культуры, сохранение памятников природы, окружающей среды. Безусловно, это получение основного общего образования, то есть окончание девяти классов школы, забота о своих престарелых, нуждающихся родителях. И другие обязанности, которые возлагаются на гражданина в соответствии с его правовым статусом. Итак, вы, конечно, знаете о том, что 1 июля 2022 года прошло голосование об одобрении поправок в Конституцию нашей страны. Так вот, статья 59, которая есть в нашей Конституции, не подлежала изменению. Она традиционно осталась прежней. Это говорит о том, что она имеет очень важное значение для нашего общества и государства. Что же в ней написано? В ней написано, что гражданин Российской Федерации должен выполнить воинскую обязанность, так как это его долг и обязательства. Конечно, эта обязанность наша правовая в первую очередь, но ведь это и нравственные требования, наш моральный долг каждого гражданина, который мы должны выполнить. Воинская обязанность граждан предусматривает постановку на учет, обязательную подготовку к воинской службе, затем призыв на военную службу, прохождение воинской службы, пребывание в запасе и, конечно же, посещение всех военных сборов, будучи в запасе, для того, чтобы совершенствовать свое военное мастерство. Военная служба по призыву начинается с 18 лет. Но уже в год 17-летия молодой человек должен прийти в районный военный комиссариат для того, чтобы встать на учет. В последующем, если он будет нарушать правила призыва, в отношении него может быть применена административная ответственность в виде предупреждения, либо штрафа. Но если он будет уклоняться от воинской обязанности, может быть даже применена уголовная ответственность. Затем он, конечно, должен встать и пройти медицинский осмотр. В последующем он должен прийти на заседание призывной комиссии, которое определит ему воинскую часть для прохождения воинской службы. Срок прохождения воинской службы будет составлять 12 месяцев. А возраст призывника составляет возрастную границу от 18 до 27 лет Военнослужащий, который впервые поступает на военную службу, обязательно должен пройти процедуру присяги Конечно, перед государственным флагом Российской Федерации и воинским знаменем, той части, в которой он служит Он обязуется и клянется соблюдать Конституцию, быть верным своей Родине В последующем в отношении военнослужащего может быть закреплено оружие, боевая техника И могут быть определены военные задачи, которые он будет выполнять Граждане, которые хотят заключить контракт с Министерством обороны, могут это сделать в возрасте 18 лет Они могут обратиться в военный комиссариат по месту учета, либо в воинскую часть Где с Министерством обороны можно будет заключить контракт, который будет содержать в себе следующие условия И права обязанности контрактника Конечно, человек, который поступает на военную службу по контракту, не будет служить Срок ее службы будет составлять ровно столько, который будет указан в самом контракте Плюс ко всему особо в контракте будет подчеркиваться то, что он поступает на данную службу добровольно Какие же обязанности могут быть у контрактника? Они могут быть специальные, должностные и контрактные Какие же права бывают у контрактников? Они бывают на выплаты, льготы и различного рода компенсации Какие общие обязанности военнослужащих мы с вами можем назвать? Быть верным военной присяге и служить своему народу, дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, совершенствовать военное мастерство, содержать в постоянной готовности боевую технику, беречь военное имущество, быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную тайну. Помимо общих обязанностей у гражданина военнослужащего может быть обязанность еще и должностная, в том случае, если он занимает определенную воинскую должность. Например, обязанности должностные офицера. Ну а если он находится при ликвидации каких-то стихийных последствий или чрезвычайной ситуации, то он выполняет специальные обязанности. К таким обязанностям можно отнести обязанности часового. Итак, вооруженные силы Российской Федерации. Это государственная военная организация Российской Федерации, которая предназначена для отражения агрессии в сторону Российской Федерации и направлена на то, чтобы сохранить целостность и неприкосновенность ее территории. Какие же виды вооруженных сил мы с вами можем назвать? Это сухопутные войска, это воздушно-космические силы и военно-морской флот. Для военнослужащих установлена военная форма одежды и знаки отличия. Вот, например, сухопутные войска. Вы видите звания и соответствующие погоны этим званиям, а также эмблему и флаг сухопутных войск. Вот воздушно-космические силы. Вы видите соответствующие звания, погоны, эмблему, флаг данного рода войск. Это военно-морской флот. Вы видите, что он качественно отличается от двух предыдущих родов войск. И, конечно, если вас это заинтересует, вы можете более подробно с этой информацией познакомиться на сайте, просмотрев урок, повторно уже в записи. Наша с вами страна всегда славилась самоотверженными героями, защитниками Отечества. Вы, конечно же, знаете о них из курса литературы, истории, краеведения. Наверное, самым тяжелым испытанием для нашей с вами страны была Великая Отечественная война. Немалое количество героев проявили себя в это время. Давайте вспомним о них. Знаете ли вы, ребята, названия улиц города Ставрополя и Ставропольского края, которые названы в честь героев? Конечно, молодцы. Это улицы имени Ивана Булкина, Андрея Короткова, Клавдии Абрамовой, Маркова Сякина, Геннадия Голенева. Итак, Иван Булкин был контрразведчиком. Одна из улиц города Ставрополя, которая примыкает вплотную к площади Ленина, названа в его честь. Он одним из первых освобождал город Ставрополь. Будучи контрразведчиком, минуя засады, он с еще несколькими своими товарищами прорывался вглубь города, вперед, как вдруг, неожиданно, на них выехала машина с фашистами. Он отдал свой последний приказ, после чего фашисты, которые вышли из машины, расстреляли его из пулемета. Навеки вписал в историю свое имя Андрей Коротков. Одна из улиц города Ставрополя названа в его честь. 17 января 1943 года он одним из первых рвался освобождать город Ставрополь, и фашисты были вынуждены отступить. А я, к своей чести и великому счастью, имею возможность работать в той школе, где учился Андрей Емельянович. Клавдия Абрамова. Невозможно остаться равнодушным к судьбе этой женщины. Она была сотрудником Ставропольской прокуратуры. Когда фашисты вошли в город Ставрополь, она поступила в подпольную организацию. Ее арестовали. А потом потребовали, чтобы она подписала воззвание к ставропольцам, в котором фашисты призывали их сотрудничать, помогать немцам. Конечно, Клавдия отказалась это сделать, за что на тюремном дворе расстреляли ее и двух ее дочерей 11 и 6 лет. Марк Васякин, наш с вами земляк, совершил свой последний боевой вылет в Латвию. Был подбит истребителем, отдал приказ, чтобы вся команда покинула самолет. Сам покинул его последним. На парашюте, когда он уже приближался к земле, рассмотрел фашистов, которые его поджидали. Решил покончить жизнью в воздухе. Погибнуть, но не сдаться врагу. И замкнул на своей шее стропы парашюта. Геннадий Голенев. Он учился в седьмой школе. Настоящий герой. Сначала он украл у немцев приемник, слушал их новости, а наутро рассказывал о них ставропольцам. Новостные сводки. Затем на чердаке у него могли найти и оружие, и боеприпасы, и гранаты, которые он воровал у немцев. Он всячески вредил им, выкручивая в их машинах нужные детали. Прокалывал покрышки их автомобилей. А когда наши войска уже пришли освобождать город Ставрополь, он убил одного из фашистов, бросив в него гранату с чердака, выкрал из автомобиля важные очень документы. Геннадия выдала соседка. Его сначала пытали, но он никого не выдал. Затем в него стреляли, а потом еще живого бросили в огонь. Вот такая удивительная судьба, стойкость, мужество, проявленные еще ведь ребенком. И таких детей было очень много. Тех, кто стояли у станка на заводах, кто работал в поле, кто помогал в госпиталях. Таким был Геннадий Голенев. Они вели свою недетскую войну. У них не было детства. Они были вынуждены стать уже тогда взрослыми для того, чтобы защитить свою страну от опасности. Когда вы ходите по улицам города Ставрополя, помните о том, что это не все улицы, о которых мы с вами сегодня поговорили. Ведь, идя по улице Литвиненко, Мартыненко, Никитина, Пономаренко, Севрюкова, Турбина, эти улицы тоже названы в честь героев. Помните, пожалуйста, об этом тоже, ребята. Быть военнослужащим сложно, непросто. Необходимо иметь определенные качества. Мужество, стойкость, упорство, отвагу, железный характер. Именно этими качествами отличался Иван Никитович Кожедуб. Наш прославленный летчик, трижды герой Советского Союза. Он сбил 62 вражеских самолета, 120 боевых вылетов. Родился в обычной крестьянской семье. Поступил в химический техникум. В 1940 году поступил в авиационное училище. С началом войны начал готовить летчиков к отправке на фронт. Очень просил руководство отправить его тоже. Лишь в марте 43-го года его мечта забылась. И он оказался на фронте, где был очень нам всем полезен. В 1985 году Ивану Никитовичу было присвоено звание маршала советской авиации. Он написал книгу «Служу Родине», в которой призывал молодежь, учеников, с которыми он много проводил времени, искренне любить свою страну и защищать ее до последней капли крови. Не менее славным защитником нашей страны является Алексей Моресьев. Он является прототипом книги Бориса Полевого «Повести о настоящем человеке». Но Борис Полевой в имени своего героя изменил только лишь одну букву в фамилии – Мересьев. Алексей Моресьев, будучи военным летчиком, во время войны потерял обе ноги. Они были ампутированы. И несмотря на это, не просто не потерял веры в жизнь. Он научился ходить, танцевать, он научился снова летать. И убедил военное командование, что ему необходимо отправиться на фронт, что он справится с поставленной перед ним задачей. Его вылетов было 82 за все время войны. 10 из них были результативны. Три фашистских самолета он сбил до ранения. И семь после. Удивительные люди – и Моресьев, и Кожедуб – были полезны своей родине в тылу. Но тем не менее, их нравственный долг, чувство глубокого осознания того, что они граждане этой страны и что эта страна нуждается в их помощи, привели их на фронт, где они доказали, что являются достойными защитниками своей страны, искренне, горячо любящими гражданами. С тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, прошло уж как 75 лет. Мы с вами в этом году отмечали ту юбилейную дату. А наша земля как славилась раньше, так и славится по сей день славными героями, которыми можно гордиться. И мы с вами ими, безусловно, гордимся. Одним из таких героев является Сергей Александрович Солнечников. Эта история, которая произошла с ним, была в 2012 году в городе Белогорск. Майор Солнечников вывел команду тех солдат, которые срочники ему подчинялись, на военные учения, метание боевых гранат и учебных. Один из солдатов-срочников из позиции стоя очень неудачно кинул гранату. Она отрекошетила от переднего края бруствера и упала в окоп под ноги со служивцем. У Сергея Александровича было всего лишь 5 секунд, чтобы принять единственное верное решение. И он его принял. Он накрыл своим телом гранату. Никто не пострадал, кроме него. Жить ему осталось всего полтора часа. Он погиб как герой. 2 апреля с почестями его похоронили. 3 апреля президент Российской Федерации подписал указ о присвоении Сергея Александровича Солнечникову майору при исполнении воинского долга, проявлении мужества и отваги, звания Героя Российской Федерации. Когда маму Сергея Александровича Зою Солнечникову спросили, что же могло быть мотивом поступка геройского вот такого ее сына, она сказала, он не мог поступить иначе. Мама героя, достойный герой, достойный сын, достойный гражданин своей страны. Конечно, в разные времена нашей истории героев, славных защитников родной земли было немало. И я думаю, что их будет еще очень-очень много. Мы же с вами должны помнить всегда и осознавать тот факт, что мы, выполняя воинскую обязанность, служим Отечеству не только потому, что так велит нам делать закон, потому что это наш моральный долг. Перед всеми теми, кто не жалел своей жизни, не жалел себя ради того, чтобы мы с вами оказались в свободной, счастливой стране, независимой. Я же, в свою очередь, хочу сказать вам большое спасибо за урок, за внимание. Желаю вам хорошего настроения, отличного дня, до свидания.